Сегодня прошло очередное заседание оперативного штаба. Рассмотрели эпидемиологическую обстановку в целом в регионе. Она у нас очень подвижная, развивается по тому сценарию, который мы предполагали. Есть территории, которые справились с ситуацией, купировали. Эту ситуацию, в частности, это Циолковск. Мы видим положительную динамику в Белогорске и в Шимановске. Принято ряд решений, в частности, продлён на режим ограничения въезда в города Свободный и Шимановск. Пока на неделю. У Шимановска неплохая перспектива по снятию этого режима. Но, тем не менее, там сегодня работает армия, происходит дезинфекция. Поэтому мы решили продлить этот режим на неделю. По Свободному ситуация сложнее, в связи с тем, что там большое количество вахтовиков. Отдельно обсуждали тему перевахтовки. У нас, напомню, более 40 тысяч человек в Амурской области работают по вахтовому методу. И, как следствие, это дополнительно для нас угроза. Это люди, приезжающие из других географий, из других регионов. Они могут быть потенциально больны. Поэтому это отдельный большой пласт работы. Кроме того, сегодня на штабе приняли решение по Белогорску разрешить работу общепита. По аналогии с тем, как работает общепит в непроблемных территориях. У нас в крупных городах работа общепита закрыта. Но в связи с тем, что в Белогорске ситуация в лучшую сторону меняется, мы разрешили работать общепитом в Белогорске. Обсуждалась тема работы спортивных организаций. Министерству спорта дано поручение до вторника проанализировать готовность спортивных организаций к открытию в режимах пандемии. Как следствие, там должны быть проведены все мероприятия по дезинфекции. Должен быть подготовлен персонал. Достаточно большой набор мероприятий. При этом у Минспорта задача состоит из двух частей. Первое, посмотреть в разрезе географии, потому что у нас разные муниципальные образования с разным количеством больных, и где-то можно отпустить ситуацию по спорту достаточно свободно. А в крупных городах, таких как Благовещенск, тот же Свободный, Тында, там, наверное, дополнительные меры должны быть безопасности. И поэтому у Министерства спорта до вторника такая задача поставлена. Еще одна тема, которая сегодня обсуждалась, это эвакуация наших граждан из-за рубежа. На сегодняшний день за границей находятся 362 человека, жители Амурской области. Они постепенно въезжают в страну. Эта работа проводится на федеральном уровне. И в частности, в ближайшие дни мы ожидаем прибытия двух чартерных бортов во Владивосток с нашими жителями. Итого будет 15 человек привезено из Кореи и из Гуанчжоу. И на сегодняшний день действовал режим, что эти люди должны были в обязательном порядке садиться на обсервацию в обсерваторы на 14 дней. При этом на сегодняшнем штабе было принято решение, что на этих людей, приезжающих за границей, будут распространяться такие же требования, как и для людей, приезжающих из других регионов Российской Федерации. То есть будет вручаться предписание санитарного врача, по которому люди должны будут в случае отсутствия симптомов заболевания находиться дома на самоизоляции в течение 14 дней. Я думаю, что это правильное решение. Мы этот опыт посмотрели в других регионах России.